Во все времена, в наши студенческие школьные годы, одно из самых действительно вкусных было это пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени. Предложение разнообразить детское питание в школьных столовых Андрей Воробьев внес на еженедельном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов. С тех пор прошло меньше месяца, а пельмени уже включили в меню. На линии раздачи пищи все строго контролируют. В первую очередь должна быть чистота и порядок. Это все контролируется, постоянно проверяется, чтобы соблюдалась технологическая карта приготовления приема пищи. То есть, в общем, чтобы везде был порядок. Качество питания сегодня проверяют в рамках работы управляющего совета третьей гимназии. Присутствует также представитель родительского комитета. Внимание уделяют в частности чистоте и порядку. Соблюдение санитарных норм. Это в первую очередь. Во-вторых, как подается на столы пища, какая температурная. Вот. И дальше смотрим уже, что съели, что остается. Вкусовые качества. И как бы да, чтобы именно теплые. Мне просто важно для ребенка, так как уроки у них начались более длинные, поэтому мы решили, что она будет ходить на обед со своими одноклассниками после четвертого урока, именно чтобы был горячий обед, горячая пища. Качество продуктов питания остается в приоритете. Пельмени, например, должны строго соответствовать ГОСТу и храниться при определенной температуре. Решение о включении их в меню приняли по результатам опроса учащихся. Сейчас у школьников накопились новые пожелания. Ну, наверное, почаще давать какие-нибудь другие напитки, потому что нам часто дают лимонный компот, ну, и он не сладкий, он прям как вода. Нам очень нравится еда. Вкусно, все горячо, все хорошо. Прям очень вкусная еда. Тут очень вкусная еда. Ну, тут только могут не любить люди, которые не любят определенный продукт. Определенной оплаты безналом не хватает, потому что многие люди имеют только карты. Такие проверки в рамках управляющего совета школ планируют проводить на постоянной основе. Главной целью остается контроль качества питания детей и подростков. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.